Внимание! ВОЗ рекомендует всем странам вернуть масочный режим. Всемирная организация здравоохранения призвала правительство всех стран действовать, чтобы сдержать нарастание заболеваемости коронавируса. Рекомендуется уже известный набор мер – масочный режим, дистанцирование, частое мытье рук, избегание людных мест и помещений с плохой вентиляцией. В мире растет число случаев заболевания коронавирусом, а также показатели госпитализации и смертности из-за распространения крайне заразных подвидов омикронштамма – БА-4 и БА-5, сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения. Ранее говорилось о 30% увеличении заболеваемости за конец июня-начало июля. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейсус призвал правительство гибче реагировать на изменяющуюся эпидемиологическую обстановку и активно действовать, чтобы сдержать распространение вируса. Суточный прирост числа случаев выявления COVID-19 в Японии, которая столкнулась с седьмой волной коронавируса, несколько дней подряд превышал 100 тысяч. В стране восходящего солнца фиксирует резкое ускорение распространения коронавирусной инфекции. Есть предположение, что пошла седьмая волна. С начала пандемии коронавируса в Японии этим заболеванием заразилось более 10 миллионов человек. При этом для 31 тысячи болезнь имела летальный исход. Власти Японии рекомендуют населению не откладывать бустерную вакцинацию. Что касается Узбекистана, то на 20 августа бустерную дозу против коронавирусной инфекции в нашей стране получили 12 миллионов 937 тысяч 312 человек. Специалисты утверждают, что вакцины, которые завезены в нашу страну, защищают от всех штаммов коронавируса. Спецпредставитель ВОЗ Дэвид Набару рассказал об измененных симптомах коронавируса. Согласно информации, из-за активной мутации коронавируса лихорадка или потеря обоняния больше не являются основными симптомами. Главными признаками заболевания теперь стали боль в горле, мигрень и заложенность носа. Этот вирус способен постоянно развиваться и изменяться. Причина, по которой мы получили увеличение, заключается в том, что он снова изменился и стал слишком умным для нас. Он может пробить нашу иммунную защиту, и вот почему цифры растут, отметил Дэвид Набару. В связи с этим ВОЗ напоминает об использовании мер индивидуальной защиты для снижения передачи вируса. Ношение хорошо подогнанных масок, дистанцирование, исключение выхода на улицу во время болезни во избежание контактов, отказ от посещения плохо вентилируемых помещений и людных мест, частое мытье рук и использование санитайзеров. Берегите себя. Будьте здоровы.